В отношении директора ООО Воскресенская коммунальная служба возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Если вина чиновника, который подозревается в присвоении почти 12 миллионов рублей, будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Александр Лусухин подробнее. С 2006 по 2011 год этот руководитель занимался добычей и продажей питьевой воды из подземного источника населению райцентра без лицензии, которую по закону должен был оформить в региональном управлении по недропользованию. Сейчас уже трудно сказать, почему на протяжении целых пяти лет предпринимателю удавалось работать без официального разрешения. Возможно, на этот вопрос также ответит следствие. Но факт остается фактом. Работа у него ладилась, и даже местные жители, которые преспокойно пили поставляемую воду, ни о чем не догадывались. И даже ничего не знают о привлечении махинатора к уголовной ответственности. Хотя дело на него было заведено еще осенью минувшего года. Я не знаю, может быть, последние вот эти до Нового года я ничего прессу нашу не смотрел. Была лицензия у коммунхоза, нет? Я думаю, мало интересно кому-то. Любопытно, что директор Воскресенской коммунальной службы уже привлекался к административной ответственности за невыплату заработной платы своим сотрудникам. Прокуратурой района в отношении него даже было возбуждено дело по статье 5.27 административного кодекса. И в итоге в конце декабря решением мирового судьи он был дисквалифицирован сроком на один год. А теперь в производстве еще и уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». В результате своей незаконной деятельности предпринимательской директор получил у нас доход в размере 11 750 770 рублей 45 копеек. То есть директор реализовывал эту вводу населению, получал за это деньги. И данные деньги оседали в этой фирме. Итак, если суд сочтет вину подозреваемого доказанной, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Но самое главное в этой истории, что жители Воскресенского получали качественную питьевую воду и по незавышенному тарифу. Сейчас поставками воды в райцентр занимается другое предприятие. Так что судебные тяжбы никак не скажутся на водоснабжении села, в котором проживает около 4000 человек. Александр Лысухин, Александр Шевченко, Кирилл Логинов. Вести Саратов.